МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украинский военнослужащий ранен на линии соприкосновения. Сейчас он находится в больнице. Его состояние средней тяжести. В штабе операции объединенных сил сообщили, за минувшие сутки зафиксировали 6 обстрелов, еще 2 за эту ночь. Кроме того, на линии соприкосновения в Донецкой области наблюдатели мониторинговой миссии ОБСИ зафиксировали сотню нарушений режима прекращения огня. По сравнению с предыдущим отчетным периодом, количество обстрелов и взрывов уменьшилось более чем наполовину. Тем временем в Луганской области режим прекращения огня был нарушен единожды. Переговоры в нормандском формате обсудили по телефону руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и помощница уполномоченного Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд. Также затронули вопрос усиления роли Соединенных Штатов в переговорном процессе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. 19. Батальон тактических групп держит Россия возле границ Украины. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. Он также напомнил, что Российская Федерация отказалась продлевать мандаты миссии ОБСЕ в двух пунктах пропуска на российско-украинской границе Гуково и Донецк. По его словам, это говорит о том, что Кремль и дальше планирует поставлять вооружение и личный состав через неконтролируемый участок границы. Также он призвал ОБСЕ начать дистанционный мониторинг ситуации в оккупированном Россией Крыму. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксируются систематические ограничения оперативных возможностей на оккупированных территориях. Это предполагает глушение сигнала беспилотников, угрозы безопасности, неоправданные ограничения под предлогом COVID-19 и проверки безопасности и так далее. Все это известная российская модель поведения, которая длится годами. Существует ли какое-то другое объяснение того, что более 90% всех этих ограничений деятельности СММ происходят на оккупированных территориях, особенно в приграничных районах, как ненамерение России скрывать свою противоправную деятельность на этих территориях. С минуты на минуту в высшем антикоррупционном суде начнут избирать меру пресечения для городского головы Одессы Геннадия Труханова. Ходатайство подали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины Труханов и еще 15 человек фигурируют в деле о незаконной растрате средств из местного бюджета и присвоении земли, которая принадлежала территориальной общине. Возле суда сейчас находится наш корреспондент Лариса Зубенко. Лариса, рассказывай подробности. Вижу ты в суде прямо. Да, доброе утро, Дарья. Заседание было назначено на 9 утра, однако оно пока так и не началось. По словам адвокатов, прокуратура намерена ходатайствовать о взятии Геннадия Труханова, городского головы Одессы, под стражу с альтернативой внесения залогов 120 миллионов гривен. По данным детективов, из-за преступных действий Одесса потеряла 6 земельных участков общей площадью 16 гектар в центре города и на побережье Черного моря. Застройщики заплатили за эти земельные участки около миллиарда гривен, построили там дома, продали квартиры и в итоге город потерял более 600 миллионов гривен. Также были проданы земельные участки и в заповедных зонах, что напрямую противоречит украинскому законодательству. Напомню, что ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение пятерым фигурантам дела, в том числе и Геннадию Труханову. Но рассмотрение дела начнется только после того, как изберут меру пресечения. На этом пока у меня все. Мы будем и дальше следить за событиями. Дарья, слово тебе. Спасибо, Лариса. С нами на связи был наш корреспондент Лариса Зубенко. Она находится на заседании Высшего антикоррупционного суда. Там рассматривают ходатайство НАБУ об избрании меры пресечения городскому голове Одессы Геннадию Труханову. Цифры заболеваемости COVID-19 увеличиваются во всех регионах страны. По данным Министерства здравоохранения Украины за минувшие сутки выявили более 16 тысяч новых случаев. Больше всего инфицированных в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях. Выросло количество заражений и в Донецкой области. Там выявили почти тысячу новых случаев. В Луганской области 658. Кроме того, в Херсонской области заразились 716 человек. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, именно вакцинация – наиболее действенная защита от COVID-19. В ведомстве также призывают носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Конгресс Соединенных Штатов Америки призвал главу Белого дома Джо Байдена срочно расширить санкции против «Северного потока-2». Россия манипулирует европейским рынком газа, что приближает тяжелый энергетический кризис в Европе. Об этом заявил старший член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майк МакКол. Если администрация Байдена не сможет немедленно отменить отказ от критически важных санкций против «Северного потока-2» и остановить запуск газопровода, она подарит российскому президенту еще одно мощное оружие пагубного влияния, которое может быть применено против Украины и других наших европейских партнеров. Майк МакКол – старший член комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Рассказать о Крыме с помощью современного искусства. В музее Ивана Гончара открылась мультижанровая выставка «Степ-чоль». В течение месяца посетители будут знакомить с крымско-татарской культурой, в частности, представят работы в таких жанрах, как живопись, инсталляция, фотография, музыка и перформанс. Детальнее наши корреспонденты расскажут. Выставку «Степ-чоль» открыли перформансом опоздания. Куратор проекта, известный украинский художник Влодко Каффман вместе с актерами символически собирал урожай. Для этого использовали рубероид как символ большой дороги в Крым. Рубероид – это материал, который сопровождал крымских татар. Только у них он назывался в советских временах существовало такое название «толь». Таката Толь сопровождал их по всему пути возвращения в Крым. Они им крыли своевременное жилище, выстилали площадки, когда проводили свадьбы. Крым – это не только море и горы, но и степь. Именно она стала основной темой проекта. Основная тема этой инициативы – это степь и чоль на крымско-татарском. Мы постарались охватить все грани нашей культуры, истории, традиции крымско-татарской. И одна из больших таких частей – это отношение к пространству. В четырех залах музея Ивана Гончара картины, фотографии, инсталляции крымско-татарских художников. Некоторые в целях безопасности представляют свои работы инкогнито. Венера Абибулаева презентовала фотоинсталляцию «Дом». У меня здесь собрано 10 фоторабот. И называется «Каждый дом», потому что дом для разных людей – это, в принципе, разное. Для кого-то дом – это там, где его ждут с чашкой кофе. А для кого-то дом – это там, где растет инжир. Мультижанровая выставка «Степ-чоль» – это часть масштабного проекта «Шлях-йол» о культуре, искусстве и традициях крымских татар, который стартовал в августе этого года. В нем принимают участие известные деятели искусства, журналисты-блогеры. Меня сегодня спрашивают, чем путь, дорога и степ, чем йол и чоль похожи. Путь – это дорога к нашей степи, к нашей свободной, открытой, безграничной крымской степи. Мы эту дорогу точно пройдем. А сегодня я очень рад, что мы увидим еще и современное искусство. В рамках проекта проведут выставки в Крымском доме и музее Ивана Гончара. К концу октября организаторы готовят уникальную выставку прикладного искусства – костюмы, вышивку, предметы быта крымских татар. Светлана Сыч, Александр Хан. Новости Украины. Сегодня в Осло объявят лауреата в Нобелевской премии мира 2021 года. Среди претендентов более 300 кандидатов. Среди них как физические лица, так и организации. По данным СМИ, среди фаворитов Грета Тунберг, Алексей Навальный, Светлана Тихановская, а также Всемирная организация здравоохранения. Напомню, накануне лауреатом Нобелевской премии по литературе стал 72-летний британский писатель из Занзибара. Из-за пандемии коронавируса награды в этом году, так же, как и в прошлом, вручают обладателям в местах их проживания. Рожженный на Занзибаре, но проживающий в Англии, Абдул-Раззак Гурдан награждается за бескомпромиссное и полное сострадание осмысления последствий колониализма на африканском континенте и его влияние на субью беженцев на их пути между культурами и континентами. Я подумал, что меня кто-то разыгрывает. Сейчас много всяких странных звонков с неизвестных номеров. А туфт вам сразу говорят. Поздравляю, вы лауреат Нобелевской премии. Я и не поверил сразу. Еще больше информации на сайте нашего канала. Также мы есть в Ютубе, Фейсбуке, Инстаграме, Телеграме. Заходите, подписывайтесь, комментируйте. И огромное спасибо, что смотрите Новости Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова